МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь-4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы обсуждаем главное, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! День Победы. День нашей славы и гордости. В торжественных мероприятиях 9 мая приняло участие более 70 тысяч жителей области. Весна в Гомеле. Наш регион готовится принять масштабную международную выставку-ярмарку. Май. Парацветение и сезонная аллергия. У каждого четвертого жителя области вид цветущих садов вызывает не радость, а слезы из глаз и чихания. Паркет вместо льда. На арене Гомельского ледового дворца лучшие клубы страны выясняют отношения в финале четырех розыгрыша Кубка Беларуси среди мужских команд. В ближайшие 26 минут неделя из жизни Гомельской области, какой ее увидели наши корреспонденты. В Минске во дворце республики наградили лучших телевизионщиков страны. Приятно отметить, что среди них и наши коллеги. 13-й национальный телевизионный конкурс «Телевершина» принес телерадиокомпании Гомель два призовых места. В номинациях «Лучшая общественно-политическая программа» и «Лучший ведущий тематической программы». Лауреатами стали Александр Говейко с ток-шоу «Пушкина 8» и Александр Гамоля с программой «Чрезвычайная ситуация». Более пяти лет ток-шоу «Пушкина 8» собирало на своей площадке компетентных специалистов, известных экспертов и жителей области для обсуждения самых актуальных тем из жизни региона. Не раз программа становилась победителем различных конкурсов. И вот очередная номинация. Ток-шоу «Пушкина 8». Лауреат среди ведущих тематических программ Александр Гамоля хорошо известен региональному телезрителю по телепроектам «Де-факто», «Новости региона», «Добрый вечер, Гомель» и «Чрезвычайная ситуация». Кстати, именно последняя программа и была представлена на национальном конкурсе. Это была программа «Чрезвычайная ситуация» на телеканале «Беларусь-4». Важно отметить призовые места телевершины наши коллеги получили в республиканских номинациях. Это как раз тот случай, когда, как говорят, бронза дороже золота. Нынешняя телевершина еще раз подчеркнула, что современное региональное телевидение динамично развивается и уже способно на равных конкурировать с республиканскими каналами. Акция «Парад победителей», митинги памяти, военно-историческая реконструкция и выставки ретро-техники. Около 70 тысяч человек приняли участие в праздничных мероприятиях, которые прошли в регионе 9 мая. Давайте вспомним о самых интересных. В Гумеле на «Парад победителей» вышли 5 тысяч человек. Шествие, которое растянулось практически на километр, прошло по улице Советской от площади Восстания к Вечному огню. Возглавили его кадеты-барабанщики. Следом на раритетных автомобилях ехали ветераны. А за ними, с портретами своих дедов и прадедов, прошли гомельчане. Торжественные мероприятия продолжились акциями, выставками, концертными и спортивными программами. Для их проведения было задействовано более 25 площадок в разных уголках Гумеля. Набережную реки Сож 9 мая отдали под выставочный проект «На все поколения. Одна победа». Свои работы на выставку под открытым небом представили школьники и студенты, а также ремесленники. Тут же развернулась танцевальная площадка. Сегодня исполнять вальс в гомельских школах учат всех старшеклассников. Около 500 из них пригласили выступить на праздники. В микрорайоне Костюковка празднование 72-й годовщины Великой Победы также проходило масштабно и зрелищно. Здесь состоялся торжественный митинг. Жители района возложили к памятнику венки и цветы и почтили минутой молчания память погибших воинов-освободителей. Программу продолжила театрализованная постановка «По дорогам войны». Главная ее идея – через хореографические и вокальные номера воссоздать события военной эпохи. Около 500 лампадок зажгли юноши и девушки на аллее героев в ходе акции «Гомель помнит». Студенты, а также учащиеся лицеев и колледжей почтили минутой молчания память тех, кто погиб в боях за освобождение города. После чего молодые люди выложили у мемориала светящимися лампадками цифру 72. Она символизирует количество лет, прошедших с момента героической победы в Великой Отечественной войне. Акция проводится в Гомеле четвертый год подряд. Ее главная цель – отдать дань памяти всем тем, кто сражался за Родину. Она также призвана воспитывать у подрастающего поколения уважительное отношение к истории, героическому прошлому нашей страны. Военная реконструкция, посвященная последнему освободительному этапу Великой Отечественной войны, прошла в агрогородке Поколюбичи Гомельского района. В имитации сражения были использованы пиротехника, стрелковое оружие и другие военные атрибуты. Участники военно-исторического клубного объединения «Честь мундира» перенесли гостей праздника на одну из фронтовых дорог 45-го, ведущие в направлении Берлина. Здесь состоялся сложный бой между советскими воинами-освободителями и немецкими группами солдат, которые постепенно отступали, но все равно рьяно сопротивлялись. Реконструкторы постарались максимально точно передать дух военных времен. Звучали автоматные очереди, залпы орудий, развернулся рукопашный бой. В результате формирования врага были уничтожены, и битва завершилась победой Красной Армии. Праздничные мероприятия продолжались до позднего вечера. В Гомеле их ярким финалом стали красочные фейерверки. Полюбоваться ими можно было с четырех точек. В советском районе праздничный фейерверк предваряла акция «Салют Победа». Ее участники массово исполнили песню «День Победы». Это день победы в городном пропад. Это праздник сединой на местах. На будущей неделе в областном центре откроется крупнейшая региональная выставка Беларуси «Весна в Гомеле». С 18 по 21 мая жители и гости города смогут посетить ее на территории крытого катка МЖК «Солнечный». Свою продукцию и услуги здесь представят более 200 предприятий и организаций Беларуси, стран ближнего и дальнего зарубежья. Кроме того, запланирован праздник ремесленников, среди участников которого мастера из нашей страны, а также России и Украины. Для участия зарегистрировалось более 180 народных умельцев. Какие инновации подготовили организаторы выставки в этом году? Насколько активно проявили свой интерес к участию в ней иностранные предприятия и компании? Об этом в актуальном интервью рассказала директор Гомельского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты Марина Филонова. Здравствуйте, Марина Владимировна. Здравствуйте, Марина. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Я думаю, нашим зрителям будет очень интересно узнать о том, что 18 мая и как раз в 18 раз открывается знаменитая ежегодная выставка «Весна в Гомеле». И торгово-промышленная палата, я уверена, готова чем-то удивить ее посетителей. Так ли это? Да, мы каждый год стараемся, а тем более 18-е. Вы понимаете, что это традиция. Поэтому, во-первых, спасибо вам огромное, что вы дали возможность прорекламировать нашу выставку и нашу работу в этом году. Потому что, безусловно, мы подготовили что-то новое. Хотя есть и традиции. И я бы как раз хотела подчеркнуть, что в первую очередь это те сектора экономики, которые мы представляем обычно. Это пищевая промышленность, потребительские товары, строительство, промышленность, туризм, отдых, здравоохранение, образование, крупногабаритная техника. Это всегда интересно, потому что у нас есть открытая площадка. К этому, наверное, уже многие привыкли. Это делается много лет. Хотя и участников, и квадратных метров из года в год становится больше. Например, в 2000 году, когда только-только стартовала первая весна, то было 40 участников и 250 квадратных метров. В прошлом году было 252 участника, 5200 квадратных метров. И уже новая площадка, каток МЖК «Солнечный». А в этом году на сегодняшнюю дату у нас уже более 270 участников. И количество квадратных метров, соответственно, растет. В этом году, ну вот из того нового, что вы говорите, я бы хотела отметить коллективные стенды иностранных наших участников. В этом году 4 региона. Брянская область, Курская область и Гагаузия, Италия заявились к нам коллективными стендами. И это будет блок именно иностранных партнеров, именно коллективные стенды. И что нас очень радует, выставка международная, и это как раз подтверждает ее статус. Ну, конечно, в этом году мы продолжим. Тоже стала традицией. В третий раз мы проведем праздник ремесленников. Их очень много будет в этом году. И надеемся, что в торжественном открытии выставки традиционно уже примут участие наша талантливая молодежь. Турцкий коллектив в этом году средней школы номер 30. И мы надеемся, что это все украсит весну этого года. Ну, расскажите, пожалуйста, вот в чем вы видите основную задачу выставки? Вот если она проходит каждый год, задачи меняются, расширяются, либо задача какая-то есть конкретная, одна главная, она остается? Главная задача всегда есть. Это презентация региона. Крупнейшая региональная выставка страны, безусловно, имеет свою самую главную задачу. Презентовать регион, показать, что он самый лучший, показать, как он развивается. А это уже та часть вопроса, о которой вы говорили. То есть, как он растет из года в год, что новое появилось. Показать инновационные продукты, показать наши новые идеи, показать новых людей, показать географию наших контактов, показать, насколько мы открыты, как мы растем, как мы развиваем свой потенциал. Поэтому это все относится к основным задачам. Ну, я думаю, что и в нынешних экономических условиях, да и вообще, я думаю, что для презентации выставки важен и международный интерес, интерес иностранных компаний, иностранных представителей, делегаций к тому, что мы делаем. Мы же это показываем не только для себя, между своими регионами. Поэтому и называется эта выставка, это показ наших возможностей. Если они становятся шире, то мы бы, конечно, хотели, чтобы гости увидели, в первую очередь, это наши потенциальные торгово-экономические партнеры. Мы как раз нацелены на то, чтобы торговля и экспортные наши возможности развивались. Поэтому, конечно, правильно абсолютно вы говорите, что основное – это те гости, которые приедут. А для них всегда интерес огромный вызывает то, что на одной площадке можно увидеть максимум наших субъектов хозяйствования и провести переговоры с очень большим количеством. Поэтому мы всегда так стараемся, чтобы большее количество наших предприятий участвовало в этой выставке. И нас радует, что их становится действительно больше. Спасибо большое, Марина Владимировна, что вы нашли время, пришли к нам в студию. И спасибо большое за интересную беседу. Спасибо вам большое, что пригласили. Надеюсь, это будет полезно. В ночь на 11 мая в Гомеле был побит температурный рекорд. Если быть точными – 0,6 градуса мороза. В прошлый раз абсолютный минимум этого дня был зафиксирован в 1945 году. 0,4 ниже нуля. Такой необычной весны действительно трудно припомнить. Но неделя запомнилась не только этим. О других событиях, которые оказались в центре внимания наших корреспондентов – следующий материал. 11 мая в Турове прошли праздничные мероприятия, посвященные дню рождения Кирилла Туровского. Православный богослов, церковный деятель, писатель и епископ Турова родился в этом городе в 1130 году. Кирилл Туровский канонизирован в лике святителя. Его память чтут православная и греко-католическая церковь. Точный год смерти святителя неизвестен. Официально им считается 1186-й. С тех пор прошло почти 830 лет. А наследие, которое оставил Кирилл Туровский, актуально и сейчас. Гумель признан лучшим областным городом по санитарному состоянию и благоустройству. За эту победу наш областной центр награжден переходящим вымпелом, подтверждающим свидетельством и денежной премией в размере 8 тысяч базовых величин. Кроме этого, Рогачев и Житковичи стали победителями среди городов и городских поселков с населением от 10 до 50 тысяч жителей. Денежная премия двум райцентрам составит по 2 тысячи базовых величин. А победителями среди городов и городских поселков с населением до 10 тысяч жителей стали Нарубля и Туров. Они получат по 1,5 тысячи базовых величин. В Гомеле состоялось рабочее совещание руководства госавтоинспекции региона и начальников управлений госинспекции Брянской и Калужской областей. Российских гостей интересовал опыт работы в борьбе с нетрезвыми водителями. Также один из главных вопросов встречи — создание единого информационного пространства, то есть чтобы в базе данных ГАИ находилась информация об автомобилистах двух стран. Разговор по этим вопросам продолжится на совместной коллегии МВД России и Беларуси, которая запланирована на июнь. Участница Великой Отечественной войны гомельчанка Матрёна Талюк отпраздновала столетний юбилей. Она ушла на фронт в 24 года, стала медсестрой передвижного госпиталя, прошла всю войну, под пулями и снарядами выносила с поля боя раненых и спасла сотни жизней. Матрёна Талюк и сама получила серьезное ранение, но дошла до Берлина. После капитуляции врага вернулась домой и всю жизнь работала акушеркой в родном Гомеле. В праздничный день имениннице вручили новый паспорт, цветы и подарки. Гомельская областная организация Белорусского общества глухих отметила 90-летие со дня своего образования. Торжественное мероприятие развернулось в ДК Випра. Во время праздника юные таланты представили яркую музыкальную программу, а лучшие в своем деле представители объединения получили почетные награды. Сейчас Гомельская областная организация Белорусского общества глухих насчитывает около 2000 человек. Людям с нарушениями слуха она помогает получить рабочие места, решать их проблемы и жить полноценной жизнью. С приходом весны и началом цветения для аллергиков наступает не самая лучшая пора. Люди с повышенной чувствительностью к пыльце в буквальном смысле этого слова борются с недугом. В наших географических широтах для кого-то этот неблагополучный сезон затягивается на полгода. С марта по сентябрь. Полностью смирить весеннюю аллергию не получится, но снизить аллергическую реакцию на пыльцу вполне возможно. Как это сделать, знает Наталья Игнатенко. Может ли болезнь надуть ветром? Может, если это весенний поленос. В то время, когда здоровые люди наслаждаются пестрым цветением растительности у аллергиков от всей этой красоты. Радости мало. С носовым платком в руках и таблетками в кармане. Только так гомельчанка Юлия Эдишева выходит из дома, как только полетит пыльца. А порой девушка и вовсе должна быть под присмотром врачей, чтобы хоть как-то снять мучительные симптомы. Для нее сезон цветения – период весеннего обострения, когда сады и скверы лучше обойти стороной. У меня такая аллергия, она мутирует мне иногда, кажется. Что начинается с одного, потом еще что-то добавляется, а то отходит, это заново. Дышать очень тяжело становится. Закладывает нос, отекает слизистая. Препараты, которые поддерживают постоянно, они уже просто не помогают. И тогда уже только в больницу по-другому никак. Заболеваемость аллергией растет с каждым годом, констатируют медики. Все меньше натуральных продуктов и больше стрессовых ситуаций. Плюс ко всему снижение двигательной активности и не всегда подходящий климат. А у кого-то еще и генетическая предрасположенность. Чаще всего все-таки считается, что у нас есть семья из лечения. Это, скажем, бракованный ген. Поэтому у детей вероятность появления этого заболевания, если один родитель больной, то 25%, если двое родителей, то 66%. От поленоза, конечно, не умирают. Это просто изменяется качество жизни. Представляете, человеку, за день ему нужно 10-15 платков, или глаза слезятся. Он просто не может работать, он не может сесть за руль. Это очень серьезно. Ну, просто указываю своя симптоматика. Чтобы держать аллергию под контролем, следует понять, что является главным провокатором. Продукт аллерген, домашние животные, бытовая пыль или пыльца растений. Распознать, на что именно так остро реагирует иммунная система, непросто. И все же выяснить причину возникновения помогает специальный анализ крови или кожные пробы. С пыльцевыми аллергенами в данный период пробы не проводятся, потому что идет период обострения. Будем делать их только в ноябре, в декабре. Поэтому будем делать бытовыми. Вот мы сейчас делаем небольшие надрезы. Затем на эти надрезы капнем аллергены сами. И в течение 20 минут будем наблюдать реакцию. По результатам исследований пациенту советуют ограничить контакт с источником болезни, а также назначают лечение. За 2-3 месяца до начала массового цветения растений малыми дозами в организм вводят тот самый аллерген. Таким образом, иммунная система постепенно приучается реагировать на возможное раздражение. Есть два вида лечения. Симптоматическое во время цветения и профилактическое. Называется еще по-другому специфическая иммунотерапия. Когда мы вводим то, что вызывает аллергию, мы вводим заранее, до периода цветения. А образуются блокирующие антитела, которые уменьшают реакцию. Мы люди честные. Мы не говорим, что человеку можно вылечить. Мы говорим, что можно улучшить состояние. Есть еще методики международные, когда лечат круглый год. Мы тоже иногда этим используем. Когда у нас есть аллергены импортные, то мы лечим еще и круглый год. Там капли или таблетки. А мы лечим по стандарту по-нашему аллергенами из России инъекционными. Инъекция делается в плечо. Статистика гласит, примерно каждый четвертый житель Гомельской области страдает от весеннего цветения. Исправить иммунную поломку или полностью оградить себя от агрессивной среды, стрессов и других неблагоприятных факторов люди не в силах. Но меры профилактики принимать нужно. А это значит, если вы заметили у себя проявление аллергии, следует наладить сбалансированное питание, ограничить контакт с возможными раздражителями, позаботиться об укреплении нервной системы и, наконец, вспомнить о том, что весной следует жить полноценной жизнью. Наталья Игнатенко, Сергей Лукашук, Михаил Рабков. Телерадиокомпания «Гомель». По традиции, в конце итогового выпуска новостей мы расскажем о наиболее значимых культурных событиях региона. В Гомельском областном драматическом театре состоялась премьера спектакля «Чума», рассказывающая о человеческих слабостях, которые ведут к гибели личности. А во дворце Румянцевых и Паскевичей открылся планетарий, где благодаря сферическому экрану над головами зрителей достигается эффект полного погружения. В ближайшие несколько минут об этом и не только более подробно расскажет наш культурный обозреватель Вероника Ворошилина. Уходящая неделя подарила немало интересного. К примеру, в Гомельском областном центре народного творчества открылась выставка «Время кукол». Театральные, обрядовые, сувенирные и интерьерные. Здесь они представлены самых разных форм, размеров и стилей. Многие из этих оригинальных рукотворных экспонатов являются отражением древнейших традиций белорусского народа. И вместе с тем обладают характерными особенностями именно своего региона. Здесь представлены работы мастеров из разных уголков нашей области, а также учащихся Гомельского государственного профессионально-технического колледжа народных художественных промыслов. В экспозиции традиционные и авторские куклы, выполненные в разных техниках, тканые, вязанные, вышитые. Народная тематика представлена обрядовыми куклами и куклами-оберегами. Многие из них безликие, как того требует традиция. Все экспонаты уникальны и сделаны вручную. Детали костюмов и атрибуты проработаны до мельчайших деталей. Организаторы уверены, благодаря такому разнообразию экспозиция будет интересна и для детей, и для взрослых. Много культурных мероприятий на этой неделе было приурочено к 9 мая. Заслуженный артист Российской Федерации, актер театра и кино Максим Аверин, представил в Гомеле спектакль-концерт «Дню Победы посвящается». Со сцены звучали размышления о героизме и мужестве советских солдат. Не обошел вниманием известный артист и ветеранов войны, которые пришли к нему навстречу. Максим Аверин выразил им благодарность за великую победу и пожелал крепкого здоровья. Во второй половине выступления под названием «Все начинается с любви» звучали стихи и песни, посвященные чувству, которая в самые сложные военные времена давала людям силы и надежду. В Гомельском дворцово-парковом ансамбле открылся планетарий. Он расположился на цокольном этаже. Посетителей ждет атмосфера максимальной реалистичности. Проекция транслируется на пятиметровый купол, что дает панорамный обзор и эффект полного погружения. В Гомельском планетарии можно узнать не только о космических событиях, но также о подводном мире и даже совершить виртуальное путешествие по организму человека. А в Гомельском областном драматическом театре состоялась премьера спектакля «Чума» по мотивам малоизвестной пьесы Якуба Колоса «Антос Лата». Зрители увидели трагикомедию о человеческих слабостях, которые ведут к гибели личности. В центре внимания такая пагубная привычка, как алкоголизм. При этом здесь нет четкой сюжетной линии. Проблема подается через образы. Спектакль несет в себе больше фантастический окрас, нежели бытовой. Именно эта форма и обостряет проблему. К тому же отдельные сцены постановки сопровождаются тематическим видеорядом, что также заставляет зрителя задуматься о трезвом, настоящем и будущем. Следующая неделя обещает быть не менее щедрой на интересные культурные события. В Гомельском областном драматическом театре состоится международный фестиваль театрального искусства «Славянские театральные встречи». Участие в нем примут талантливые театральные коллективы из Беларуси, России, Украины и Польши. А в Жлобинском дворце культуры Металлургов пройдет концерт образцовой вокальной студии «Ассорти». Должны смеяться дети. Также на следующей неделе к нам грядет международная акция «Ночь музеев». Учреждения культуры Гомельщины готовят для своих ночных посетителей много сюрпризов. И на этом у нас все. Самыми интересными культурными событиями региона вознакомили Вероника Ворошилина и Евгений Макеенко. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». Неделю назад женская команда гандбольного клуба «Гумель» в третий раз подряд выиграла Кубок Беларуси. В Орше, а именно там проходили решающие матчи турнира, наши гандболистки в финале одолели принципиального соперника. Столичный БНТУ «БелАЗ». Сейчас подопечные Томаша Чаттера отстаивают звание самой сильной команды страны. В минувшую пятницу стартовала финальная серия чемпионата Беларуси. Соперник все тот же – БНТУ. Кстати, на эти выходные в гандбольную столицу Беларуси превратился Гомель. Областной центр принимает финал четырех розыгрыша Кубка страны среди мужских команд. Среди претендентов на трофей и Гомель. О том, как проходит турнир – наш следующий репортаж. В истории Гомельского ледового дворца такое случается впервые – паркет вместо льда. Нарену ледового для проведения финала четырех розыгрыша гандбольного Кубка страны выбрали не случайно. Ее вместимость – более 2700 человек, что вполне соответствует масштабу турнира. К тому же здесь есть вся необходимая инфраструктура, в том числе и для телетрансляции. Несколько дней работы специалистов и лед уступил место спортивному линолеуму «Терафлекс». Гандболисты остались довольны покрытием площадки, о представителе Белорусской федерации гандбола, организации турнира. Гомельчане постарались, чтобы финал четырех прошел без сучка, без задоринки. Причем как организаторы, так и болельщики. Последние заполнив трибуны практически под завязку. Делали картину грандиозного спортивного праздника законченной. Организация прекрасная. Спасибо мэру города. Болельщику полные трибуны. Люди с интересами идут. Ну и, конечно, я как руководитель федерации хочу пожелать, чтобы победил сильнейший. В субботу прошли полуфиналы. Обладатель трофея Брестский гонбольный клуб имени Мешкова без проблем разобрался с Гродненским Крононом. 36-23. Второй поединок за путевку в финал турнира получился куда более напряженным. В первом тайме Гомель и столичный СКА шли мяч в мяч. Под конец первой половины подопечным Игоря Попруге удалось уйти в небольшой отрыв. Однако гомельчане к Сиренина перерыв сумели его нивелировать. При цифрах на табло 13-13 команды отправились в раздевалку. Начало второго тайма проходило в том же ключе. Ближе к его середине короткая скамейка запасных Гомеля дала о себе знать. У наставника гомельчан Сергея Цыганкова не было равноценной замены под уставшим уже игрокам основы. Как результат, СКА начал отрываться в счете. Хозяева прилагали все усилия, однако созданное преимущество в пять мячей. Армейцы сохранили до финальной сирены. Претензий к команде у меня нет. Сегодня сражались. Да, делали ошибки. Провал пошел во втором тайме. Где-то на 12-й минуте. Подсели ребята. Не вынуждены несколько потерь. Поэтому хотя бы в концовке могли уже спасти игру. Был шанс. Но, к сожалению, не воспользовались. Сегодня решающие матчи в финале четырех Гомеля Кронен разыграют в очном поединке бронзовые награды. СКА попытается сбросить с пьедестала обладателя Кубка Беларуси трех последних лет БГК имени Мешкова. Максим Савин, Михаил Рабков. Специально для программы «Новости недели». Это были итоги минувших семи дней. На будущей неделе мы продолжим следить за происходящим, чтобы рассказать главное. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok